Добрый день, дорогой здесь! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Канал Бажениты, Западная Сибирь, Россия, Омская область. Не поведу я, меня зовут Плава. Выходной день сегодня. До обеда занимался по хозяйству, пока всех накормил, напоил. То сейчас после обеда, если приеду, обед не забуду поить, а кормить на ночь. Ночью у нас холодильная была 15 градусов, минус 15. Довольно прохватно. Снег выпал, но немного. Нормально. Для ноября месяца, для конца ноября, для нас хорошая погода. Так, что я собрался сейчас делать? Я сейчас один, без скорой помощи, на тракторе поехал к Сибирь-Деляну. Я, конечно, уже практически все вывез, но нужно... Посмотрю, как получится, не получится пожечь сегодня, сучки. Ну, прибраться в Деляне нужно. Поехал специально на тракторе. Завел вот этот трактор. И в Зен. До обеда, конечно, его завел там. Слаждовато, конечно, завести. Не с первого раза завел. Поворачивать, пускачу. Крутновато. А сейчас он завелся после обеда, хорошо. Поехал его сегодня. Надо будет... А там остались сучки. Пилить на месте, складывать. Ну, блин, проблематично. Одному. Пилить проблематично, потом складывать, телегу цеплять. Я так подумал, ну, что, елки-палки, там мучиться. Поеду я на тракторе, макушки эти зацеплю и привезу домой. Ну, как получится, сейчас посмотрим. Специально поехал не по асфальту, а по грунтовой дороге. Смотрю на озере, рыбаков полно. Плоховато, конечно, один. Только вот так вот. И там сидят, и здесь сидят. Ну, что по асфальту поедешь, ты не... Ты там асфальт, надо одно слово назвать, если это асфальт. Переработан асфальт. Ну, и увидят кто-нибудь. Тем более, я тут могу показать. Скажут, ой, ты обратно, елки-палки, что-то делаешь неправильно, что-то там нарушаешься. Так что поехал не по асфальту, а по грунтовой дороге вокруг жилого озера. И буду проезжать между жилым и задним озером. Вот так, покажу, что делается, какая у нас природа. Как буду работать, тоже расскажу, покажу. Так, где у нас тут, где... А, показать, где я еду. Пожалуйста, смотрите. Снежок у нас, ну, небольшой, нормально. Потихонечку еду на четвертой скорости. А мне кого торопиться. Солярки я налил. Трактор еще сильно не нагрелся. Все, 40. Потихонечку пилю-пилю. Потом можно будет уже газовать, когда трактор нагреется нормально. Самый край. Сейчас посмотрю, народ на озеро приезжает рыбачить или нет. Пару раз сходил. Нет, больше сходил. Долгу нет, не идет рыба. Ну, если рыба не идет, какой смысл нету сидеть? Дома еще пока есть дела. Когда все, все сделают, дома закончат, тогда можно будет сидеть на озере. Ничего не делать. Отдыхать. В общем, последняя улица у нас. Последняя улица. И все. И, значит, дальше уже будет... Село заканчивается. Уже будут идти озера. Вот с левой стороны живое озеро, переднее. А по правой стороне будет озеро. Вот дальше вот. Вот это вот что такое? Вот это вот рез. Ну, по-нашему рез, значит, энергоучасток. Вот какой-то распределитель. Я не знаю, как оно правильно называется. Ну, подстанции понижающие, распределяющие. Это целая служба, которая этим занимается. Они в случае возникновения каких-нибудь проблем с электроснабжением выезжают и занимаются ремонтом. Народу много работает. А это вот у нас последние дома, последняя улица. Тоже везет. Дрова привезли на задах. Некуда сложить. Положили прямо здесь. Ничего страшного. Потихонечку, потихонечку я уехал через деревню, объехал, показывал вокруг жилого озера. Ну, получается, что я ехал, по сути дела, по короткой дороге. Объехал вокруг озера и еду сейчас параллельно в профиле, параллельно в дороге. Вот этот профил, его как раз сейчас видно. Он находится вот по левой стороне, с левой стороны кустарника. А по правой стороне уже тут поля идут. Пока балотины нет, тут еще ехать можно. Еще более-менее нормально. Тут, видать, не только я один ездил, и другие ездят. Потому что если ехать с дровами, или с большой телегой, или еще какая-то сих порстехника, ну, зачем ехать по профилю? Там асфальтом одно название, его асфальтом назовешь. Но все равно, вот, дорога есть дорога, едет быстроходный транспорт. А тут периодически приходится переключать с пятой скорости на четвертую, и обратно переключаться. Как только кочки попадаются, и приходится ехать чуть потише. А тут, ну, все, трактор ведешь, ну, 20 километров максимум. А так, ну, 18, ну, 20 километров. Потихонечку пилишь и пилишь мне кого-то. Еду по сторонам, смотрю, вижу, что вот тут пустарик. А туда дальше, я не знаю, проеду или не проеду. А вот здесь вот, вот, е-ка-ра, все-таки почки включают, аж это трактор ведет. Это я телефон в руке держу, я с телефона снимаю, показываю, что находится передо мной. А вот здесь, видать, кто-то косил вот дальше. Потому что травы только мне было. Здесь было дальше идет полотенок, но не знаю, я как проеду, все это полотенок или нет. Тут, видимо, косили. Вот тут, когда косили, и затаскали волшебный. Дорога-то вот она идет, прямо вдоль кофеля. А тут, как копы тащили, так остался след. Ну, не знаю, волокуши или на чем именно таски. Да, может быть, вдвоем на двух тракторах. А если прямо вот здесь ехать, дорога была, такой вот. А год сырой, получается, проехать-то белки-палки невозможно. Хочешь, не хочешь, а все равно пришлось здесь подниматься наверх. Ну, что, на четвертой скорости. Получается, в том месте, где была одинок, приходится объезжать. Ну, недолго, это килограмм, ну, метро 200-300. Ну, как раз вот пустарник, это все заросшее. По дороге-то ездишь, как-то незаметно. О, сейчас и скорость повышенную, на пятый. На пятый будет быстрее. А то на четвертой, там, или путь, все-таки собирать. Вот, трактор, быстрее дэва пошел. Но все равно, на этом тракте бы быстро не поедешь. А то колеса в разбегке будут, то еще что-нибудь будет. Ну, а мне кого-то, кого торопиться. Так, а по правой стороне, если бы я поехал, ну, не знаю, навряд ли я бы тут проехал. Ну, что опять кочки, что-то. Нет, я переднически переключаюсь. Когда кочки, то с четвертой, то с четвертой включают, то с пятой включают. Нет, по сторонам гладею. Я не терапиясь. Так, а что у нас по правой стороне там? А, в итоге по профилю я проехал, когда опять спустился в этом деревне, и сейчас я практически подъехал к твоей деревне. Ну, это где-то от профиля, ну, метров пятьсот. Вот я сейчас к ней подъезжаю. Вот у меня тут уже накатано. Снег, вот моя беляна, по правой стороне, вот этот выборочный лес, и мои сучки лежат. Ну, как сучки. У меня бревна уже давно все были, а остались вот эти вот сучки и макушки. Бревна-то, которое что идет на разделок, что идет на трава, потому что мы их по пересортировал, разделим. А макушки, макушки, ну, там, это же трава, елки там. Макушки все равно, хочешь не хочешь, а пришлось их в сторону отделять, потому что буквально накануне, дня за три, да вот до этого, я приезжал с женой. Ну, тут ходили, тут смотрели, сортировали, а тут один приехал. Одному-то сложно и цепи, и подтащить, и главное, эти вот толстые бревна, их ни ковшом не зацепить, ни вилами вот эти, тоже это зацепить невозможно, невозможно, эти макушки. А пилить их на месте, потом каждое вот это тоненькое бревнышко, что, складывать что-нибудь? Зачем мне это нужно? Я так, ну, и вот, я сажу в кучу вот эти все макушки, с стеной их спрессую, а еще, вот, мне приходится, вот, я пообрубил все сучки, которые здесь, они мне, ну, мешают, те, которые будут мешаться, и вот я сейчас их на поляну сюда подальше вытащу, и буду их складывать. Как оно складывается? Потихонечку, я как-то еду назад, поглядываю, есть листы по унитару, я тут уже все сложил, я все сложил, вот, и на грязанка макушек получилось, по одному, по два я снаскал, потом ковшом их, на ногу-то складывал, а это сейчас проверю, чтобы они не могли по всей дороге расцепиться. Получилось так, что я спереди это макушки стянулись, а сзади, вот, которые вот эти вот ветки торчат, они сильно выступают за трактор, и так они мне мешаются, и получается, что все равно нужно в одном месте, вот, где балотина, подниматься на кофе, или проезжать метров-вести, ну, зачем, ну, хоть там, ну, машины-то и редко ездят в нашей стране, вот, в небо живем, вот, я ехал, только один раз мне машина попалась, на встречу, а так практически никто не ездит, но все равно, блин, как назло, поеду, эта машина попадется на встречу, или попутная, ну, чтобы она, машина хотя бы, более-менее ориентировалась, и видела меня, вот я такую приспособлю делаю, чтобы хоть как-то обозначить, потому что, у кого есть свое мнение говорить, эффективность или неэффективность, ну, получается, что дорога белая, снег выпал, береза тоже белая, кто будет ехать сзади, они же будут смотреть на трактор, они будут смотреть на эти макушки, а может и будут смотреть, ну, на всякий случай, я вот такое, такое сделал приспособление, чтобы можно было, хоть как-то увидеть, обозначить, что, что корчат, где-то, чтобы прикатиться, на такой же безопасности, а потом, когда дальше я поеду, и, конечно же, вот эту вот, жилетку оранжевую, сниму, и накину вот сюда, вот на эту вязанку, вязанку, потому что там, где приходится переезжать через прудрель, все равно, она вот хоть как-то тебя, обозначит и обеспечит, чтобы, чтобы никаких, происшествий не могло случиться. Ну, это я посмотрю, тут что у нас там, куда дальше ехать, получается, вот дальше, дальше, вот за тот лес, дальше будет, там уже будет дорога. Ну, я ехал там потихонечку, на третьей, на четвертой скорости, сильно не разгонялся, и, я еду не по профилю, а еду по объездной, вроде выезжаешь засветло, а приезжаешь все равно, затемно, вот получается, отвечальный закат, с одной стороны озеро, а с другой стороны поле, вода сильно ушла, и получается, что, вот, здесь уже воды нет, а всегда стояла вода, всегда, вот эти вот, за счет сильно жаркого лета, вода ушла, и получились такие кочки, и получается, дорога ее, между полем, вот поле сейчас будет хорошо видно, по правой стороне, а здесь озеро, и сухо, нормально, потихонечку еду, периодически, все равно я его выхожу, осматриваю, что там происходит сзади, что там макушки, что мне потерять, ну что, это же дрова, выезжаешь засветло, а все равно приезжаешь, по темной теме, и это свет включил, сзади, потому что пока доедешь, все равно, чтобы, ну, перейдись, и едешь, все равно смотрю на зад, что сзади делаешь, это свету, упар и свет горит, так, цепь мне натянута, натянута, ну все, смотрите, как я дальше поеду, жилетку я опять одел, потихоньку, потихоньку, и сзади, стрелять, 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 хорошо, что снегом было, так вот, как я буксовал, все равно, вот эти вот макушки, они, ну, веса не имеют, но большое сопротивление имеют, а это, когда я еще заводил трактор, после обеда, потому что пришлось ехать не с утра, а после обеда, трактор завелся, работает, вот так работает, что даже дыма не видно, просто маленькие оборуды, а это я сматываю, этот, гибкий стартер, сережки завожу, не забудьте поставить лайк, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте без лайк, я тоже сильно не горжусь, все, до скорых встреч, пока.